В Мамадыше на территории промышленного парка «Вятка» началось строительство еще одного завода по производству посуды и других пластиковых изделий. Проект реализуется совместно с турецкими партнерами. Стар строительства завода «Вятка Пласт» дан на этой неделе. Ранее эта церемония была намечена на апрель текущего года, но нынешняя экономическая ситуация в мире внесла свои коррективы. Уже весной были завершены инженерно-геологические изыскания и подготовлены проектно-сметные документы. «Таких заводов сегодня в России 5 заводов. У нас есть свои преимущества. Они выглядят на радиусе тысячи километров. У нас самый ближайший завод – это Подмосковье. Поэтому завод должен быть построен до 1 мая следующего года. Там будет 40-50 человек работать. Его площадь – 1500 квадратных метров. Поэтому, я бы сказал, рентабельный завод, рентабельным будет, пластерированным будет. Эту продукцию производят для масло-сорковина, для мороженого, то есть для пищевой продукции упаковки он будет производить». Уже сегодня известно, что на первом этапе производственной деятельности предприятие планирует выпускать до 4,5 миллионов изделий в год. На тот же период будет открыто около 50 вакансий. Открытие нового предприятия запланировано в рамках реализации производственных инвестиционных проектов. В промышленном парке «Вятка» обеспечивают все условия для социально-экономического развития района. «Есть три составляющие. Первая – это его расположение логистика, потому что мы, находясь на федеральной дороге, когда будем товары отгружать по всей России, она попутная груза-то всегда в 3 раза дешевле. В Москву, допустим, в Фурс сегодня, если специально заказать 60 тысяч, то попутно 21 тысяч. Это раз преимущество. Второй – это его сырье. Это сырье, значит, из Дежекамска. Это мы в Дежекамске рядом. Когда построим мост рядом с околкана, еще ближе будет. И, значит, третье преимущество его – это его электронеблика. То есть, стоимость электронеблики у нас в силу в два раза дешевле, чем за нас в силу по республике». Перспективы индустриального парка «Вятка» на второй полугодии 2020 года также заслуживают внимания. Сразу четыре резидента готовят документы для начатия своей деятельности на Мамадышской земле.